Канавалов Сергей Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, академик Международной Академии Экологии и Безопасности Человека и Природы, заведующий лабораторией нейро-иммуноэндокринологии Санкт-Петербургского Института Биорегуляции и Геронтологии Северо-Западного отделения Российской Академии Медицинских Наук, автор более 120 научных работ, основатель информационно-энергетического учения. Одним из ключевых моментов в информационной медицине является информационное поле человека, которое я определяю как система тонкого тела. Дело в том, что само по себе физическое тело, несомненно, оно излучает определенные виды энергий, работающие клетки. Понятно, что это электромагнитная энергия, работающие нервные волокна. Оно всё создаёт некое живое электрическое электромагнитное поле. Сами по себе спирали ДНК, они вибрируют. Кроме того, между ними возникают определённые взаимосвязи, электрические потенциалы. И сами по себе они тоже создают некое поле, которое называется биологическим полем. Но вот это биологическое поле клетки, оно не превышает сами размеры этой клеточки. И вообще вот эта информационная поддержка на уровне биологического поля, она энергетическая поддержка, она может обеспечить только жизнедеятельность самой клетки, упорядоченность тех процессов, которые происходят в ней самой. Как только организм выходит на многоклеточное построение, даже если в нём там около тысячи клеток, то здесь уже требуется не просто биологическое поле клетки, здесь уже требуется информационно-энергетический каркас, который будет осуществлять гармонизацию всех процессов, которые происходят в самой клетке. Информационное поле или система тонкого тела является первичной, она определяет его эволюцию, она определяет в том числе его судьбу. Судьбу не в плане перспективы чисто человеческой жизни, а в плане здоровья. Система тонкого тела обеспечивает здоровье всего клеточного состава. И мы можем на слайде сейчас увидеть эту систему тонкого тела. Все приборы, которые сегодня и существуют, это приборы, которые, допустим, те же тепловизоры, благодаря которым можно видеть теплоотдачу организма, приборы, которые могут видеть электромагнитное поле человека. Кстати, оно похоже на систему тонкого тела. Это, кстати, подтверждает, что мы на правильном пути. Так вот, в чём проблема? Проблема заключается в том, что это не жёсткая энергия. Это раз. И во-вторых, это не просто некие волны, которые мы можем сопоставить с явлениями волновой физики, происходящими и так далее. Это даже не магнитное поле, это информационное поле. И прежде всего мы говорим о том, что система тонкого тела — это примерно 98-97% информации. И вот как поймать эту информацию мы пока что не можем. Мы впервые соприкоснулись с таинством контакта двух миров — физического и информационного, происходящего без участия человека. Предстоит узнать ещё очень многое о механизмах такого контакта. И нет сомнения, что это будут удивительные знания, раскрывающие истинную красоту и гармонию нашего во многом ещё неизведанного мира. КОНЕЦ